Добрый день, дорогие друзья, любители прекрасного! Сегодня... А, кстати, вы можете налить себе чай или сварить кофе и просто посидеть, послушать моё небольшое повествование о одной картине, о наиболее известной картине Эдварда Мунка. Итак, все уже догадались, это известная его картина, она является как визитная карточка художника, картина Крик. Но прежде он написал итоговую, готовую работу, он делал очень долгий, кропотливый такой поиск. И есть, существует несколько версий картин. И одна из первых версий, которую он назвал «Отчаяние», она выполнена в 1892 году. И она совсем далека от того конечного результата картины, которую мы все знаем, именно та самая визитная карточка. Здесь совсем другая картина, она очень реалистична. Мы видим человека, который написан в шляпе. Возможно, это сам художник, это сам Эдвард Мунк. В то время как раз он в таком тяжёлом, депрессивном состоянии. У него такие душевные метания. И, кстати, он ведёт личный такой свой дневник творческий, где записывал о том, что именно в тот день, когда они пошли с друзьями гулять, он увидел такой кроваво-красный закат, такое зарево. И друзья его продолжали дальше прогулку, а он встал очень стревоженный и наблюдал за этим закатом. Также ему показался отчётливо крик, крик, кстати, природы. Кстати, его работы, которую самую последнюю версию он выставляет на своей персональной выставке в Берлине, он назвал эту картину не крик, а крик природы. Изначально такое было название. Так вот, и он услышал этот самый крик. И здесь, когда мы смотрим на этого человека на картине, мы ещё пока не понимаем, то ли он сам кричит, то ли он закрывает уши от того, что он слышит душераздирающие крики, которые он и описывает в своём творческом дневнике художник. Что же это за бесформенная такая фигура, что за объект, кто это, что это бесполое существо. И здесь надо отметить, что он далее пишет второй вариант работы, вторую версию практически через год, в 1803 году, и называет эту картину «Тревога». Вот, давайте посмотрим, как она выглядит, эта картина. И далее он пишет уже ту работу, которую мы все не знаем, эту крик, и крик природы, опять же, повторюсь, которую он выставлял на выставке в Берлине. Кстати, учёные в то время, когда была написана вот эта картина, а она была написана не за год, и не за два, и даже не за три, здесь искусствоведы объясняют, что он делал долгий поиск этой картины, и она была в поиске целых 17 лет. Вот именно эта картина. Поэтому он и сделал несколько версий. И, кстати, когда уже конечный вариант был этой версии картины, он ещё несколько их выполнил, написал в нескольких вариациях таких. Так вот, возвращаясь к тому, что учёные предполагают, в этот период, когда он пишет эти картины, не только в Норвегии, но и по всему миру, такое вот красное зарево, вот такой необычный закат можно было наблюдать, поскольку извержение вулкана, которое выбрасывало такой пепел, от него было вот такое свечение, вот такой вот красно-кровавый цвет, который и передаёт художник в своих работах. А также, знаете, ещё тот факт, что несколько биографов, которые описывают работы Мунка, они говорят нам о том, что повлияло на его вдохновение и вот на этот образ, который он переносит в своей работе, именно перуанская мумия, представляете, которую он увидел на одной из парижских выставок. Но на этом не останавливаются искусствоведы и антропологи сообщают нам, что да не только он перуанской мумией вдохновлялся, но, возможно, и флорентийской. Но здесь уже такие домыслы, догадки, очень много можно на эту тему дискутировать, но это всего лишь, ну, возможно, одна из версий, чем же всё-таки наш художник вдохновлялся и почему же именно такой образ он взял. Хотя не исключено, и можно вот проследить, посмотреть, что же это были за мумии, которые он увидел на выставках. Эдвард Мунк. Вот всё, что я хотела рассказать об этой картине, но я не сказала самого главного. Так почему же всё-таки мы видим в таком состоянии кричащим, и почему же описывает в своём дневнике Эдвард Мунк о том самом крике, который он слышит, и он действительно это слышал. И вы знаете, ведь в этом месте, когда он прогуливался, с одной стороны находилась клиника для душевнобольных, а с другой стороны находилась скотобойня. И вот эти звуки, душераздирающие крики, которые слышал Мунк, он и переносит, возможно, в эту картину. Но опять же, это одна из, получается, одна из версий. Но всё-таки к ней склоняются чаще всего искусствоведы и те, кто очень тщательно изучают, изучали произведение искусства Эдварда Мунка. И можно точно сказать с уверенностью, что это шедевр, конечно, Эдварда Мунка, который он выполнил и который он искал в течение 17 лет. И вы знаете, ещё такой момент. Картина была похищена из галереи, в 1994 году, через несколько месяцев найдена, вернули на место. А в 2004 году, опять же, похитили уже второй вариант работы. И, кстати сказать, здесь уже прилагали все усилия, чтобы её найти. Там уже не 2-3 месяца искали, а 2 с лишним года. И вернулась она на место в Национальную галерею уже в таком, знаете, достаточно потрёпанном виде. Вот. Больше этого вроде бы не случалось, никто не похищал. Но мы знаем, что эта картина распространяется сейчас с большой, знаете, скоростью, печатается в виде принтов. И можно увидеть и на носках, и на разных там одеждах. И вот у меня сегодня, я только сделала вручную этот принт, и вот он у меня тоже на футболке. Наверное, вы уже обратили внимание. Вот такой вот крик. И вот те, кстати, две уходящие вот это вот натуры, вот эти два его друга, кстати, то ли уходящие, то ли приходящие. очень долго было такое рассуждение. Но всё-таки, исходя из того дневника, когда Эдвард сам рассказывает о том, что друзья пошли дальше, а он остался и очень долго созерцал вот этот закат и вот потом душераздирающий вот этот крик, который присоединился к нему. Вот, друзья мои, вот такую историю повествования одного шедевра, гениального художника я вам сегодня рассказала. Пишите, пожалуйста, какие у вас любимые картины Эдварда Мунка, что может быть ещё интересного вы знаете об этом художнике. Но я хочу сказать, что сегодня я только рассказала вот об одной этой работе, не уделила внимания всей биографии. Возможно, позже будет такая вот лекция в продолжении жизни этого художника. Всего доброго, друзья мои. До свидания. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok